С моей точки зрения, самая непредсказуемая группа как раз группа Б, где Франция, Италия, Сербия и там четвертый претендент, Германия. И там два аутсайдера, что называется, но аутсайдеры Латвия и Израиль, которые в принципе поставили себе задачу выиграть по одному матчу. Ну хорошо, Латвия и Израиль выиграет кто-нибудь, а вторая команда где очко наберет. А потом, кого вы там ставите в той группе на первое место? У нас понятно, матч за первое место, он на пятый день, Россия и Словения, да, так вот предсказуемо. А там какой матч за первое место? Там самая непредсказуемая группа. Понимаете, в группе А, да, Испания и Литва, как они сыграют между собой, это первое и второе место. Однако, какая бы команда не проиграла этот матч, ей повезло, потому что они, предположим, Литва проиграла Испанию. Класс! Литва в изумительном положении. Это означает, что как минимум до полуфинала они не встретятся вновь. Вот, а скорее всего они встретятся только, ну, так если брать, с точки зрения Кимзуры, да, Литва проиграла Испанию здесь, следующая игра с Испанией в финале. Проходит сразу параллель 88-го года Олимпиады в Сеуле. Вот, классная команда и отличный тренер, выдающийся тренер, да, можно ждать результата. А вот приезжает классная команда Франции, а с ними калле, чего ждать от этой команды. Ведь французы надеются на выход на Олимпиаду. И по составу сборная Франции одна из сильнейших на этом чемпионате. Но игроки сами без тренера, вот, они же по-другому воспринимают то, что они делают на площадке. Если тренер не поставит им концепцию, во что играет команда, ответственность по позициям, не там, то, что Нуа, центр, понятно, но за что Нуа отвечает, Паркер, разыгрывает, за что отвечает Паркер. Это очень важные вещи. И мне кажется, что калле по своему уровню не соответствует своим игрокам. Ему будет крайне сложно. И значит, Франция в сложных моментах, при равной игре, при потере инициативы, будет плыть какое-то время. А баскетбол игра мгновений. Ты поплыл на 50 секунд, а ну-ка получи минус 8 за 50 секунд. Как потом отыгрывать? Вот я в Клайпеду приехал. Мне очень приятно, потому что Клайпеда как город, это город моего первого самостоятельного тренерского успеха. Я здесь выиграл как тренер чемпионата первенства СССР среди дублеров. Это был мой первый сезон в качестве тренера, второй тренерский, и первый в качестве тренера дублирующего состава ЦСКА. Здесь же меня потом, правда, после окончания, меня и дисквалифицировали. А у меня во время игры, там за минуту 40 секунд до конца матча с Динамо Тбилиси, драка команда на команду, в которой я повторил номер Анатолия Владимировича Тарасова, я с командой все на лед, вот, и мои в драке победили. Ну и игру тоже выиграли, но там, я не люблю это вспоминать. И какой-то урод написал об этом в «Комсомольской правде» дней через 10. Вот, и ЦК ВЛКСМ решил покарать. И вот, значит, дисквалифицировали четырех игроков и трех тренеров, включая меня. Ну, это была не дисквалификация, решение СТК было следующее. Запретить заниматься тренерской работой до получения педагогического образования. Это меня подтолкнуло, меня взяли сразу на третий курс. Первое – это образование у меня экономическое, меня взяли на третий курс к ЦАЛИФКО, и я за два года, я в 80-м году получил уже диплом в Институт физкультуры. Но в детской спортивной школе так потихонечку я все равно тренировал. У него ведь непростая команда была, когда я все это работал, но как-то же он это делал. Понимаете, вот Дока Риверса тренировать было, да, это мечта любого тренера. Тренируемый, интеллектуальный игрок. А там же были еще, вы же понимаете, Доминик Домиником – это звезда. А были же еще трудновоспитуемые Кевин Уиль. Не те данные совершенно, один рост, два пятнадцати и все. Потому что мы в Клайпиде, мы переедем в Вильнюс, я вам еще назову. Ну, я назвал тренера Испании и тренера Литвы. К тренерам сборной Франции – Кале, и к тренеру сборной Германии – Бауэрману. Я их не отношу к великим тренерам. Да я бы даже к хорошим тренерам.